Маху не отзвонился? Что с погрузкой? Начали грузить. Должны скоро закончить. Хорошо. Повезло нам с этим, да? Ну, теперь как по массу должно пойти. Кстати, можно отзвониться Малахову. Пусть снимает наблюдение. Зачем тратить время на простых ментов, когда у нас такой туз на руках? Понял. Телефон абонента выключен. Черт. Куда же все начальство запропастилось? Метро они, что ли, на экскурсию спустились? Ладно. Будем ждать. Сообщи своим. Преследую преступников. Черный Ауди. Номерной знак А123БП 98 регион. Движемся по Выборгскому шоссе в направлении границы. Преступники вооружены. Прошу помощи. Хочешь, чтобы я пустил погоню по лужному следу? Да пошел ты. Сообщай. Пошел ты. Делай, что тебе говорят. Тебе говорили бить? Стой тихо, придурок. Ну, не геройствуй, полковник. Этого ж никто не оценит. Ну, сдохни шелухом, который не за хрен угробил свою команду. А у живого всегда есть шанс исправить ошибки. Ведь так? Что ты хочешь? Включи рацию. Давай. Только, ну, ты меня понял. Вызывает Сокол. Я Сокол. Преследую вооруженных преступников. Двигаюсь по направлению границы по Выборгскому шоссе. Моя рыбка. Вот и я думаю, смешное название. Ты моя рыбка. Злой, мы же на задании. Машину не упустим? Как понял меня прием? Понял хорошо. Выполняю. Все, конец связи. Вот и молодец. Ну, а теперь детали. Так, что тут у нас? Удостоверение. Но это не важно. Портмоне. Да. Так, паспорт. Посмотрим. Дети. Дочь. Карипанова Мария Сергеевна. 1998 год рождения. Поздний ребенок. Говорят, поздние дети – самые любимые. Да? Ну-ну. Семейное положение. Зарегистрирован брак с гражданкой Карипановой Татьяной Аркадьевной. Вы все равно к ним не подберетесь. Уверен? Что у нас с телефоном? Ну, смотрим на «Д». О, доченька. Поговоришь с дочкой? Алло, пап? Привет. Пап, привет. Чего ты молчишь? Ну, не молчи, папуль. Ответь дочке. Да, Маша. Чего звонишь? Соскучился, что ли? Соскучился. Соскучился. Слушайте, у вас книжки такие пыльные. А ты тряпочку возьми и протри. Ну. О! Карипанов телефон включил. Так, разговаривает с... Ага. С дочкой. Странно. А что странно? Может, соскучился? Он же преступников преследует. Так, стоп. Ничего не понимаю. Источник сигнала не движется. Может, он остановился или догнал уже? Так, подожди. Подключу-ка я одну программку. Так. Так, слушаемся, да? Да. Странно. Настроение не очень. Чего раскис? Да так, неважно. Я тебя люблю. И маму тоже. Мы тебя тоже любим. Не хандри. Да какое тут... Стоп, что он там делает? Может. Не хандрить. В засаде сидит. А, ну понятно. Ну ладно, собственно говоря. Чего тогда? Да, ну все. Давай, пока. Пока. До вечера. До вечера. Ну, как ты понимаешь, вычислить твою дочку – дело техники. Но только не подумай, что я тебе угрожаю. Ни в коем случае. Я хочу с тобой дружить. Кстати, дружить со мной очень выгодно. Хочешь купить меня? Я не продаюсь. Купить? Да разве дружбу купишь? Нет, если тебе нужны деньги, пожалуйста. Сколько? Миллион? Два? Ладно, шучу, шучу. Ну, если что, всегда рад помочь другу. Только и ты мне помоги. Ты же не хочешь, чтобы мы поссорились? С Д. Доченькой. Правда, полковник? Правда. А, черт. Сигнал опять пропал. Исчез. И Элис Молчановым не видно. Вот так. Эти, наверное, уединились где-нибудь. Гриш. Я понимаю, что ты чувствуешь. Элис, женщина, конечно, эффектная, но... Слушайте, Лев Саныч, не начинайте, пожалуйста. Вон, позвоните лучше Тарасову Зуе. Может, они что-нибудь знают. Если я чего-то не знаю, то они и подавно. СИГНАЛ Хороший, говоришь, бронежилет? Ну, ладно. Подгонишь мне такой же? Рад был познакомиться. Бывает. Оружие и телефон верни. Ах, да. Чуть не забыл. Сокол, Сокол, где ведете преследование? Хороший бронежилет. А телефончик я себе оставлю. Для страховки. Счастливо, друг. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Левушка, я отлучусь минут на пятнадцать, ладно? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Куда? Да мне нужно телепрограммку купить на эту неделю. Ой, забыл. А, мама! Простите. Левушка, ну, не волнуйся. Все нормально. Давайте я схожу. Ой, вы очень галатны, Гриша. Спасибо. Мама, мама, я Витя обещал, а Гриша, он все равно в этом ничего не понимает. Ну, мама. Мама. Плево. Мама. Мама. Вот, паспорт принесла. Пожалуйста. Вы просили. Долго ждать еще к участковому. Что вы издеваете надо мной? Я вам не девочка. Сколько можно ждать? Начинается. Женщина, я вам еще раз повторяю. Примем меры, разберемся. Освободится участковый, сразу же его к вам пришлем. Уже две недели, идет и идет. Я на вас в прокуратуру пожалуюсь. Извините. Извините. Полковник Арипанов, госнаркоконтроль. Мне срочно нужна связь с управлением. Где телефон? Пройдите туда. Эй, эй, паспорт, паспорт. Сюда. Вот здесь телефон. Ага. Благодарю. Спасибо. Геннадий Павлович, это Карипанов. Да жив, жив. Жив, потом все расскажу. Значит так. Упустили мы их. Да какой там план перехват? Два черных джипа с левыми номерами. Это же иголка в стоге сена. В общем так. Снимайте все дополнительные посты. Я теперь уверен, что это просто месть. Никакой наркоты там не было. В общем, отбой. Сворачивайтесь. Всем спасибо. Слушай, я так ничего и не понял с этой газелью, которую ты тормознул. Наркотики-то они нашли. Так кто его знает? Разве скажут? Да мне все равно. Лучше премию дали. Да, Мишанин? Дождешься от них, конечно. Кому строчишь-то? Нинке? Угу. Да, девчонка, ну, тебя, конечно, классная. А что толку, Мишанин? Думал, сегодня ночью увидимся. Угу. Опять на 134-й километр вызывают. Не, ну ты, гляди, куда едет, а? Поехали. О, ну. Опять раз все отменили, все посты сняли. А я, честно говоря, до конца не был, уверен, в успехе этой затеи с полковником. Знание психологии противника – залог успеха сражения. Ой, че-че-че-че. Давай, звони на базу, узнай, что там с погрузкой. Ага. Приемная начальника госнарка. Сергей Никитич? Это вы живой? Сергей Никитич, я до последнего неверия. Да. Да. Да, конечно. Конечно, одну минутку. Одну минутку соединяю. Сереж, это Крепанов. Потом. Потом все в рапорте. Сереж, я тебя прошу, возьми под охрану мою семью. Немедленно отключите все телефоны и вывезите их куда-нибудь подальше. На конспиративную квартиру, не знаю, не умею тебя учить. Я сам где? В отделении милиции. В каком? В 187-м. Что? Молчанов и Элис тоже тут? Дурдом. Ладно, ладно, я с этим разберусь. Все. Приемная начальника госнарка контроля. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, полковнику Крепанову, что звонил его благодарный друг. Да, 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 так и передайте. Благодарный друг. А теперь информация для полковника. В морском порту на третьей площадке стоит контейнер с металлоломом из Аргентины. По документам металлолом, а внутри кокаин. Тем не менее, таможню он уже прошел. И сегодня ночью груз будут забирать. Забирать будет некто Вальтер. Записали? Записала. Всего доброго. Спасибо. Что смотришь? Или ты думаешь, что у меня можно вот так просто выкрасить струй сына, а потом преспокойно жить? А полковник отцы, ты мне, я тебе. Тем более, что без него мы все равно к этому контейнеру не подберемся. Хватит. Заводи машину. Леш, да ты чего? Это же наркотик. Да нет, ну какой наркотик? Это же дикий мед. Его пчелки делают. Натурпродукт. Сплошные витамины. Попробуй. Нет, не надо. Слушай, ну не надо. Пожалуйста. Пожалуйста. Слышь, ты что творишь? Кто такой, а? Госнаркоконтроль. Какой наркоконтроль, балбес? Ты перепутал сюда. Быстрее. А ну, пошли. Ты как, нормально? Спасибо. Вы так ловко. Работа такая. Мы с тобой еще встретимся, урод. Давай. Поехали. Гриша. Рита. Очень приятно. Молчанов, выходите. Спасибо. Мог бы сначала и девушку выпустить. Элис, как ты? Все хорошо. Так сказать, извините за недоразумение. Вещи проверяйте свои. Товарищ полковник? Сергей Никитич? Ну что, доигрались? Это мы доигрались? Элис. Да это же ваша вина. Там столько ребят погибло. А зачем? Ведь вы... Если бы вы нас послушали, то... Так, вы разговариваете со старшим по званию. Распишитесь, пожалуйста. Вот здесь. Где Тарасов, Зоя, остальные? Работают. Ну да, ну да. Как ты говоришь, называется та база? Золотая рыбка? Моя рыбка, Сергей Никитич. Ну да, ну да. Старопетерговский, 16. Если вам это интересно. Ага. 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 Фуфло. Наконец-то Молчанов в сети. Алло, Витя. Где пропадал? Долго рассказывать. Долго. Как у вас дела? У нас пока все тихо. Продолжайте наблюдение, Валер. Будет какое-то движение. Сразу звони. Угу. Давай. Ясно. Да-да, там как раз выложено два альбома. Один Москва, а вот другой, когда мы в Обнинск ездили. Слушай, а как мне тебя найти? Только не смеяться. Григориус Пятый. Спасибо, что проводил. Рит, а можно я тебя в кино приглашу? Но только не сегодня, уже поздно. Мама будет ругаться. Ну, пока. Пока. Новушка, а Гриша всегда такой расторопный. Черт. Гриша, у тебя все в порядке? Ну, слава Богу. Понятно. Говорит, программки просто расхватом. Просто искал. Ну, вот я не понимаю. Такой возраст. Одни девушки на уме. Ты, Лёва, тоже мог бы за кем-нибудь приударить. Гриша, мама тебя очень ждет. Давай. Лёвушка, смерть в облаках. Сама почитаю. Похоже, наши клиенты. С чего ты взял? Знакомый джип. Еще утром я видел его в твоем дворе. Алло, Витя. Груз выехал. Как мы и предполагали в рефрижераторе. Номер... К-791-РТ. К-791-РТ. В сопровождении всего одной машины. Да, это черный джип. Сколько народу, непонятно, окна затонированы. Ну что, мы потихонечку за ними. Валер, только очень осторожно. Чуть что, сразу. Сразу докладывай. Груз вышел в сопровождении одного джипа. Похоже, они уверены, что все пройдет гладко. Подождите меня здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Влад! Чего тебе? Чего-чего? Информация есть? Пока никакой. Ждем. Слушай, скоро пересменат начнется. Надо бы позвонить, уточниться. Рискованно. Знаешь, как сейчас эту тему менты вычисляют? Ну, слушай, если фура опоздает, ждать после смены уж точно подозрительно. А если груз не проведем, то будет крайний. Я наберу. У нас смена скоро заканчивается. Где ваша машина? Пожалуйста. Да едут уже, едут. Сейчас уточню. Спасибо. Алло. Ну что, где вы? Минут 15, нам надо неволь. Давай быстрее, там таможня нервничает. Симку мне засветили. Худше, худше. Все одно и то же. Подожди выбрасывать. Мало ли что, другого канала связи с таможенниками-то нет. А. Ну, хорошо. Вкусно? Нормально. Огромное спасибо. Обязательно к вам обращусь. Спасибо. Элис, сейчас Карипанов освободится и уедем. Хорошо. Тебе надо рану обработать, а то, может быть, заражение? Ерунда. Благодарю. Всего доброго. Ну, в общем, спасибо. И завтра, чтоб на службу, хватит отдыхать. Извините, в общем. За нами прислали машину. Вас куда отвезти-то? К Леву Санычу. Угу. К Леву Санычу. А Лев Саныч, кстати, нашел, как это у вас называется? Крота. Ну, тот, который слил информацию мафии. И кто это? Это Павел Петрович Червоненко, старший инспектор ГИБДД. Он направил вас по ложному пути. Угу. Ага. Дай-ка свой телефон. Ни за что не отгадаете, из чего это. Слива. Нет. Крыжовник? Нет. Будут еще варианты. Волчья ягод. Ха-ха-ха. О. Что там у тебя? Как ты в этом разбираешься? Да с трудом ведь, с трудом. Вот, смотри. Небезызвестный нам Анни Парамонни поступил звонок. От абонента Андреева А.Н. Старшего инспектора таможенной службы. С пропускного пункта в Брусничном. Брусника! Чего ты орешь? Человек спит. После чего Анна Парамонна перезвонила не менее левому абоненту, находящемуся вот здесь. В двадцати километрах от границы. То есть кому-то в машину, за которой следит Тарасов. Гений Саныч. Алексей, Карипанов рядом. Будьте добры ему трубочку. Сергей Никитич, мы выяснили, кто обеспечивает окно на таможне. Старший инспектор Андреев А.Н. Спасибо, Витя. Могу? Да, конечно. Геннадий Павлович, сообщите вашим людям, что это старший инспектор Андреев. Только аккуратно его нужно взять с поличным. И еще, не ссылайтесь на меня. Оформите это как свою оперативную разработку. Ну, у меня есть на это свои причины. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Валера, все, отбой. Прекращайте преследование. Лева вычислил, то на таможне встретит груз. Сейчас для нас самое главное. Задержать груз и перекрыть канал. Все. Ну, чего, давай наливай своей, волчьей. И мне. Понравилось? Да не распробовали. Ну, и что мы остановились? Приказ начальства. Молчанов звонил. Сказал, что Саныч знает, через кого пойдет груз на таможне. Ну, и что? Джип-то на таможне не полезет. Дадим ориентировки на все посты. Стуканет кто-нибудь, завалим основную операцию. Ну, сами возьмем. У нас же есть наган. Есть он и есть, только он не стреляет. В смысле не стреляет? У него боек поломан. Ну, тогда есть. Что есть? Есть я хочу. Поехали. Поехали. Леш, отойдем к ремнингам? Все, порядок. Счастливого пути. Спасибо. Свалочь ты нас спалил. Да ты что? Ничего. Нечего было звонить. Я сейчас сунулся до Смотровы. Там мужики наши с отдела безопасности про тебя, урод, спрашивали. Номер этой фуры они уже знают. Какой вывод? Что, по звонку что ли вывод? Нет. Высли читают. Ты меня с собой не утащишь. Если что, я не при делах. Понял? Алло, они узнали о Грузии. Все отменяется. Что? Что случилось? Что? Я не знаю, как они... Они вычислили Грузию. Наша товарная таможня, что тут? Алло, бросайте фуры и возвращайтесь. Какая к черту тебе разница почему? Валите оттуда и от симки избавьтесь. Черт, достань свою симку. А я тебе говорил, что менту Веры нет. Надо было сразу брать его эту. Дэ, доченьку в заложнике. Как он догадался? Вот сволочь хитрая. Родригес. Ну и отверить. Ты что, придурок? Что я ему скажу? Что мы провалили вторую отправку? Чтобы завтра нас всех чертям постреляли? Ты что советуешь-то, идиот? Чтобы завтра приехал Вальтер и всех наших пострелял? Что ты советуешь-то мне, дурак? Что вы смотрите? Жрите! Извините. Извините. Что такое? Да они сначала остановились, потом поехали обратно. А теперь сигнал и вовсе пропал. Значит, их спугнуло что-то. Только что? Субтитры сделал DimaTorzok. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Вить. Валера, вы на заправке? Да, мы на заправке. С этим Львом Санычем никакой личной жизни. Ну? Операция сорвалась. Пока мы не знаем, что произошло. Но джип едет обратно. Ориентировку на посты я уже дал, конечно, но... Хорошо, я понял. Мы будем следить за джипом. Что случилось? Домой не едем. Опять нужно следить за джипом. Черт. Без удостоверения? Без оружия? А с поста никто не стуканет? Ха-ха-ха. Давай помогу. Да ладно! Здрасте. Здравствуйте. Это все? Да. Вам вместе считать? Да. Тогда не все подождите. Девушка, у нас с друзьями игра такая. Они догоняют, а мы убегаем. Не говорите, что мы здесь, ладно? Сейчас они сюда войдут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри! Смотри, это ты! Смотри, это ты! Что? Черт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это он. Это один из них. Надо что-то делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. У нас менты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И там такое началось на целый день. СМЕХ Ну а Нинка чего? Ну я тебе потом расскажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Что вам, ребята? Ладно, Соня, моя очередь, я угощаю. Так. Два хот-дога и два чая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, да, девушка, дайте, пожалуйста, еще жвачку мятную. Угу. Спасибо. В общем, такие дела без шаги. Павел Петрович Червоненко... Сколько с нас? Управление собственной безопасности. Вы арестованы. В чем дело? Разберемся. В чем дело? Куда вы меня ведете? Ребят, вы ничего не перепутали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мишка! Мой однокашник потом расскажу. Зоя! Привет! Привет, а ты... Только что черный джип отъехал. Нужно срочно за ним проследить. Поможешь? Зоя, не понял, тебе зачем? В общем, мы из госнаркоконтроля. Там преступники. У тебя есть что-нибудь? Оружие, рация, что? Что? В машине. Принеси, пожалуйста. Ага. Так, черт. Ключи-то у Червоненко остались. У кого? Червоненко. Напарник мой. Только что увели. Червоненко? Ну да, Паша Червоненко. А что, ты его знаешь, что ли? Да наслышанно. Кстати, это мой напарник. Валера. Валера. Миша. Зоя, ну извини. Да... Ты когда приехал там? Слушай, это долгая история. Ну давай, может быть, как-нибудь встретимся. Запиши телефон. Угу. Восемь. Восемь. Я пойду продукты оплачу. Давай. Восемьсот пять. Ага. Здравия желаю, товарищ полковник. Что ты здесь делаешь? Мы с тобой договорились. А ты слово офицера не держишь. Нехорошо получается. Что ты имеешь в виду? Брось. А то ты не знаешь. Сергей Никитич, все в порядке? Все в порядке. Езжай в гараж. Я и правда не понимаю, о чем ты говоришь. Ты обещал отменить операцию. Операцию я отменил. Тебе наверняка об этом сообщили. Кто брал твою машину, я не знаю. ГУВД передо мной не отчитывается. У нас тоже, знаешь, конкуренция есть. Мои люди там были. Нет, значит, не моя операция. А чтоб не было такой лажи, номер надо оставлять для связи. Вопросы есть? Нет. Ну, бывай, друг. Поздно уже, Лев. Пойдем мы. Спасибо тебе. Спасибо. Правда, секреты свои волчьи нам так и не открыл. Вить, можно тебя на секундочку? Ну, мне нужно с тобой посоветоваться. Угу. 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 Сергей Никитич. Сергей Никитич. Что вы здесь делаете? Времени тоской. Сергей Никитич, я так волновалась. Сергей Никитич. Ну, как же так? Я же переживала вас. Ну, чуть-чуть. Столько наших ребят погибли. Сергей Никитич, если бы с вами что-то случилось... Все, все. Так ужасно. Сергей Никитич. Ну, ну, все, все. Все, 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 все. Да, Сергей Никитич, вам тут один человек звонил, представился благодарный друг. Я что-то не так записала, что-то не так. Я думала, вы поймете. Он тут информацию для вас передал. И еще, вот, вот новые телефоны вашей жены и дочки. Возьмите. Ага. Хорошо, хорошо. Спасибо, Настя. Идите домой. Ага. А я еще немного поработаю. Витя, смотри, 1734. Газель – это зеленая точка. Крепанов – красная точка. Оказывается, вот здесь, рядом с синей точкой. Это мифическая Анна Парамонна. Затем они начинают двигаться вместе. И в 1752 оказываются вот здесь. Именно отсюда Крепанов звонил своей дочери. Ты думаешь, Крепанов – предатель? Выводы – дело твое. Мы можем вычислить мифическую Анну Парамоновну? В 1936 она исчезла и больше я ее не видел. Вероятно, симку выбросил. Значит, не можем. Ну, пока не можем. Я устала. А у меня в холодильнике есть гамбургер. – Правда? – Правда? Вау! Браво, браво, Тарасов! Пять баллов! Молодец! И давно ты к нам шлюшек водишь, а? – Ты что здесь делаешь? – Я что здесь делаю? Ты же мне сам ключ дал. Ты что, не помнишь, любимая, а? – Так. Зоя. Зоя. – У тебя тут дело незаконченное. Ты заканчивай. Зоя! Зоя! Зоя, ну подожди! – Пока, Зоя! – Черт. Собирай свои вещи и уходи отсюда. – Я так соскучилась по тебе. – Ты не слышишь меня? Я сказал, собирай свои вещи и вали отсюда. – Я же тебе ужин приготовлю. – Тебе помочь? – Ах, ты хочешь так? Хочешь так? Хорошо. Я тебе такое устрою, что на всю жизнь запомнишь, понял? – Помолчи ты уже, а? – Устраивай тут мне всякое! Я и мой ужин, я и квартиру убил, а он привозит своих новеньких! Развлекаться по полной браками, гамбургеры есть! – Ничего, сейчас я тебе такое устрою. – Я же тебе сказал, выходи. – Ага, вот так ты хочешь, да? Ненавижу тебя! – Может, ты заткнешься? – Понял? Никогда больше со мной так не разговаривай! – Собирайся. – Я тебя слышать вообще не хочу! Ты понял меня? Ненавижу тебя! – Лиля? 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 – Черт! Потерпи, потерпи. Потерпи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова